Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подвел итоги открытого международного конкурса на разработку концепции развития территории будущего экспопарка в Екатеринбурге. Победители в обеих номинациях были определены путем тайного голосования членами конкурсного жюри, председателем которого является глава региона. Конкурс, напомним, проводился по двум номинациям – социально-философская концепция и архитектурно-градостроительная концепция развития площадки в 555 гектаров, зарезервированной на берегу Верхесецкого пруда в Екатеринбурге под экспопарк. Призовой фонд составил 5 миллионов рублей. Глава региона убежден, что проведение экспоп позволит создать на берегу Верхесецкого пруда уникальное место силы, которое даст колоссальный импульс преобразованием жизни как в масштабах Свердловской области, так и в масштабах нашей страны и всего мира. Этот мегапроект, подчеркнул Евгений Куйвашев, станет катализатором мощных экономических и социальных процессов и даст возможность интегрировать в жизнь все самые смелые идеи и передовые достижения научно-технологического процесса. Заявки на участие в конкурсе по разработке концепции развития экспопарка поступили из России, Республики Беларусь, Франции, Италии, Японии, Польши, Великобритании и США. Все они были тщательно изучены конкурсной комиссией, которая определила по три финалиста в каждой номинации. По мнению Евгения Куйвашева, большой интерес участников конкурсу – яркое свидетельство повышенного внимания общественности к российской заявке на проведение выставки и к тому, каким будет Экспо-2025. Это означает, что идея проведения выставки в России уже сегодня воодушевляет и заряжает энергией огромное количество людей. Победная концепция, она в любом случае будет реализовываться, вне зависимости от того, победим мы или проиграем. Итог реализации всех этих проектов станет достоянием жителей не только столицы Среднего Урала, но и всех жителей региона – Артемовцев в том числе. Чем больше в Свердловской области появляется подобных объектов, тем шире проходит формирование самосознания наших детей, подростков и молодежи. Теперь у жителей населенных пунктов со всего региона появится возможность прикоснуться к прекрасному, современному и оригинальному видению реальности, тем самым стать лучше самим.